Реально ли найти хорошую работу на доске объявлений? Сколько можно заработать, торгуя сладкой ватой? Сколько платит донору крови? Популярная. Как зарабатывают владельцы лохотронов? Ну, я не удивлен, что это самое популярное, блять, на канале. Все хотят наебывать. Самые легкие деньги. Стас и Жора на вате много зарабатывают. Ну да, от сортов этой ваты есть сладкая, вот есть... Не очень приятная, скажем так. Как выжить зимой без денег, блять? 3 миллиона просмотра. О! Сколько можно заработать, собирая монеты на фонтане? Осуждаю такое. Не, ну я хз, я не знаю, что это как-то, ну... Куплю орех, блять. С развитием интернета количество платформ для поиска работы неуклонно растет. Тем не менее, наружной рекламы меньше не становится. Но что скрывается за этими разноцветными бумажками? Я так понял, он из Украины. Можно ли найти среди них достойную работу? Компьютерный мастер, плюс ремонт телевизоров, ремонт кофемашин. Ля, блять. А и фотки такие, как будто порноактер какой-то. Вот каждый раз на это. Я обращаю внимание, вот почему-то вот эти вот мастера, блять, которые чинят компьютеры, они лепят фотографии вообще какие-то не такие левые. Там какой-то мужчина вот такой весь такой, блять. Вот, реально. У меня с Ди Каприо было. Блять. С утра я решил прогуляться по району и заодно посмотреть на объявления. Первым делом мое внимание... Гебать, любишь спорт, есть работа. Что, спортики что ли? Что это за работа? Подработка голубая бумажка. А что это за хуйня чиня? Спорт я люблю, поэтому контактную информацию зафиксировал. Следующее объявление... Подработка студентам-пенсионерам, ебать. Нет. Что за студенты-пенсионеры? Которая меня заинтересовала... Бля, как-то все эвуалировано, даже страшно обращаться в такие места. Подка для студентов и пенсионеров. Номер я тоже записал. 13,5 тысяч. До 13,5 тысяч, ребят, обратите внимание, там написано. То есть, значит, будешь зарабатывать, на самом деле, где-то, ну, максимум пятеру. Прибиральница. Бля, это такое слово, знаете, как поляница. Поляница, поляныца. Прибиральница. Поляница. Чисто для проверочки. Подобных ребят. Поэтому попробовать себя в данной сфере тоже можно. Иногда встречаются... Отдам работу в хорошие руки. Чего? Это как? Типу, отдам работу в хорошие руки или просто работа. Просто работа, ебать. Я такого креатива не оценил. Соответственно, записывать номер не стал. А я бы, наоборот, проверил, что это просто, блядь, работа. Склейка объявлений не является достойной работой. Тем не менее, номер на всякий случай сорвал. Ебать, он, конечно, работягинка. Погуляв около часа, домой я вернулся с контактами работодателей. Первым мне приглянулось вот это объявление. Звони. Павел, слушаю. Алло, здравствуйте. Я по объявлению звоню по поводу работы. Для себя работу спрашиваете? Да, да, да. Сориентируйтесь, сколько вам лет, где работали раньше. А вы скажите, пожалуйста, с чем связана вообще работа? Просто я увидел объявление, работа какая-то связана со спортом. Хорошо, давайте я вас сделаю какое дело. Мы занимаемся крупным средним оптом. Сейчас расширяемся. Нам требуется человек для работы в офисе. Это будут телефонные деловые переговоры. Работа с документами. А спорт здесь вообще при чем? Или для того, чтобы сидеть в офисе на жопе с документами работать, надо быть спортивным, блядь? То есть руки накачаны должны быть там. Быстро, чтобы руками двигал. Помощь руководителю. Я человека подбираю лично для себя. Я считаю людей, занимающихся спортом, более дисциплинированными. Нихуя. Более ответственными. С такими людьми легче находить общий язык. Поэтому такое объявление. Нормально, конечно, он это самое, да. Вы себя сами считаете таким человеком? Считаю. Работу такую вы рассматриваете? А давайте я подумаю, тогда вам перезвоню. Потому что чуть-чуть на другое ориентировался. Хорошо, давайте. Все, спасибо. Спорт я люблю. Но, к сожалению, данная работа никак с ним не связана. В общем, звоним узнать по поводу клинера. Алло. Алло, здравствуйте. По объявлению звоню. Работа уборщиком-клинером. Подскажите, актуально еще? Смотрите. Да, она открыта. Сейчас ориентируйте. Вы ранее работали в этой сфере? Нет, не работал. Не работали. Вам будет удобно, если я вас перенаберу где-то минут через 20-30. Понятно. Слили. Да, давайте. Так меня никто и не набрал. Понятно. Более того, я сам перезванивал несколько раз, но трубку не брали. Следующие несколько звонков мне по-прежнему не везло. Либо вакансия занята. Алло. Алло, здравствуйте. Звоню по объявлению по поводу работы. Еще актуально объявление? Нет, извините, уже нет. Ага, извините, пожалуйста. Либо на том конце провода не берут трубку. В общем, следующая работа, на которую я смог дозвониться, была расклейка объявлений. Что не случилось? Алло, здравствуйте. Я звоню по объявлению расклейщик объявлений. Подскажите, актуально еще? Да, актуально вакансия. Скажите, пожалуйста, в каком городе вы звоните и сколько вам полных лет? 26 лет, Киев. Хорошо, смотрите. Для получения всей детальной информации по работе, нужно будет подъехать к нам в офис. Скажите, пожалуйста, когда вы можете к нам подъехать, на когда вас записать? Давайте сегодня. Хуя, как серьезно. А где находится офис? О, оплате. Оплата ежедневно, либо раз в неделю, либо как? Есть ежедневно, а есть раз в неделю. А сколько платят? В неделю две тысячи гривен. Реклотировочно за пять смен. А ежедневно, если? Я не знаю, да. Это много или мало? Если ежедневно, поделите эту сумму на пять смен. Хорошо. 400 долларов. 400 гривен за одну смену? Спасибо. Подскажите еще такой момент, что нужно с собой иметь на собеседовании? Индификационный код и паспорт. Я правильно понимаю? Паспорт и индификационный код, да, абсолютно верно. Мы с товарищем отправились в офис на собеседование. Даже звучит смешно. Собеседование для расклещика объявлений. Сам офис выглядит следующим образом. На стенах висят примеры объявлений, которые нельзя заклеивать и обрывать. Каждую рекламу нужно клеить ровно и на расстоянии друг от друга. Здесь же продемонстрирована реклама конкурентов. Чтобы получить бонус в виде 50 гривен, необходимо сорвать и принести в офис 100 таких объявлений. И если вы думаете, что на данную работу устраиваются лишь подростки, то спешу вас огорчить. Скажите, пожалуйста, как зовут Михаила Николаевича? Для работяги нихуя. Значит, смотрите, минимально 3 выхода в неделю у вас должно быть. Чисто на бутылку водки решили заработать. Максимально может быть и 5, и 6, и 7 выходов в неделю, смотря сколько у вас есть времени. Ваша задача пройти все дома, которые я вам выдам на сегодня. Если вы справляетесь раньше, вы свободны раньше. У кого нормальные телефоны, смартфоны, мы будем работать с фотоотчетом. У кого кнопочные, того будет проверять каждый день контролер после обращения вашей работы. На первый день выдаю на пробу только 100 штук, просто чтобы вы вообще посмотрели, что это за работа. Когда алкострим, не знаю. Когда 100кс донатит. Единоразово, одним платежом 100 тысяч, и я начну алкострим. На следующий день. 1200 объявлений за день. Зарплата раз в неделю, зарплата на банковскую паточку любого банка. За проезд. Столько чего? Ну, рублей. Да, да, столько рублей. Я устрою бухлострим. Бутылка ждет. Компенсацию добавляем. Клей вы получаете здесь на офисе. Зарплата ваша зависит от того, сколько вы расклеите. Чем больше расклеите, тем больше получите. Также зависит от зарплата ваша от районов, на которых вы работаете. Если вы, допустим, клеите там, где живете, 1000 объявлений и 300 гривен. Тысяча, блядь. Поехали на соседний район. 1000 объявлений и 400 гривен. Какие наху? Вопросы можно ищить. Ежедневно можно оплату. Смотрите, ежедневно можно... Нет, ну, кто работает без фотоотчета, ежедневно вообще никак и никогда. Мы сделаем фотоотчеты. Когда работают что-то отчеты, мы можем попробовать оплату на второй, третий день за первый. То есть день отработали, в течение второго или третьего дня пришли деньги за первый день. Вот так вот. На карту, да? Только на карту. На карту. Только на карту. На личных нет вообще ни для кого. Прослушав вводный инструктаж, нам дали заполнить договор, который напечатан на обратной стороне все тех же объявлений. При ознакомлении выясняются скользкие моменты, о которых в устной форме никто не предупреждал. Например, если вы порвете или потеряете объявление, то за каждый экземпляр с вашей зарплаты вычтут 60 копеек. Или вот, если вы расклеите меньше 80% от запланированного объема, работодатель имеет право не оплачивать ваш труд. В общем, после подписания договора, нам выдали по 100 объявлений на человека. При этом, излишки попросили обязательно вернуть. Бутылку с разбавленным клеем, а также схему с адресами, которые необходимо пройти. И снова, все это напечатано на обратной стороне объявления. В офисе нам посоветовали накрутить на бутылку подобную крышку. Иначе дозировать количество той воды, которую нам выдали вместо клея, просто невозможно. Самая дешевая бутылка с подобной пробкой стоит 9,60. Плюс проезд на метро. На момент съемки он составляет 8 гривен. В общем, работа началась с расходов. С расходов. Также, для работы необходимо установить приложение, авторизоваться при помощи номера телефона, выбрать текущую задачу, после чего начать работу. Думаю, как клеить объявление, рассказывать не нужно. Добавлю лишь одно. Каждую доску необходимо фотографировать. Делать это следует исключительно через приложение, которое фиксирует геолокацию каждой фотографии. Пройдя дом, выгружаете фотографии и идете к следующему. Если возле подъезда почистили объявление, либо нет доски, то клеить ничего не нужно. Просто фотографируете парадную и идете к следующей. Самый главный минус данной работы – неблагоприятные погодные условия. Руки сильно мерзнут. В перчатках же отделять один листок от другого очень сложно. Приходится ходить с голыми руками. Также последних два адреса, указанных в задании, я найти не смог. Даже по навигатору. Местные тоже не знают, где расположены эти два дома. Думаю, это ошибка диспетчера. В общем, расклеив все объявления, жмем «Завершить работу». Ради любопытства я засек. Для выполнения этого задания пришлось пройти 5,7 километров. И потратить 3 часа 40 минут. Думаю, если бы жил на данном районе, справился бы гораздо быстрее. Ну а сейчас возвращаюсь домой греться. Клеить объявления слишком холодно. Поэтому утром я понес остатки рекламы в офис. И заодно решил уволиться. Скажите, пожалуйста, вот на метро мы потратили туда-назад. Это как-то компенсируется? 20 гривен в день идет компенсация за проезд. А вы будете дальше работать? А за сегодняшний день как-то можно получить оплату? Ой, за вчерашний. Сегодня, завтра. За вчерашний, да? Да. А сколько это там сумма? 7,5. Какие 37, 400 же должно быть? Привет. Это я, анальный попрошитель. Мы с тобой на сайте гей-знакомств общались. Ты мне первый фото с членом скинул. Так вот, общение еще актуально? Да, конечно, да. Аннал скидывай. 57 получается, да? Вы что, будете работать дальше? Не будете? Да нет, наверное, не буду. Но это придет, это... Он норму не сделал? Да, самому нет. Ну подожди, 4 часа же он потратил, блядь. Ну охренеть. Пришли деньги или нет, я расскажу в конце ролика. А пока у меня осталось последнее объявление, по которому я уже звоню. Зачекайте, будь ласка, абонент разговляет. Лил. Алло. Алло, здравствуйте, а вы звонили? Пропущенный вызов. Да, звонил по поводу работы. А вы в Клюве проживаете? Да. Хорошо, давайте коротко сориентироваться. У нас сфера деятельности торговая. Мы занимаемся сбытом товаров для дома. Нужно будет принимать звонки, заявки, заказы. Рассматриваете такое направление? Это в офисе, да, нужно будет делать? Да, 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 в офисе. Рассматриваете? А подскажите, пожалуйста, сколько зарплата и как вы платите? Еженедельно, ежедневно. При полном графике восьмичасовая пятидневка. Там по оплате 16 тысяч. Если сотрудник на совмещении, то 3-4 часа в день, оплата 8-10. Запишите адрес наш в Киеве, чтобы вы подъехать могли. Пишите? Что нужно с собой иметь? Паспорт и идентификационный код, да? С собой любой документ, удостоверяющий личность, можно паспорт. Хорошо, спасибо большое. До завтра. До свидания. Неужели нормальная? Да, да, у меня ощущение, что люди в чате денег никогда не видели. Им любую сумму скажи. Ебать! 16к! Ебать, это метро такое маленькое? Я просто привык, тут в Нью-Йорке миллион веток вот так вот все. А здесь раз, два, три. Три ветки только. 16к! Это ж нафига! А че, блядь? Идите тогда работаете, блядь! Работа. С подобными мыслями я отправился на собеседование. У нас есть ощущение, что там не все так однозначно, ребят. Тебе по телефону говорят 16, приходишь туда, тебе скажут 10, а по итогу, блядь, получишь 5. Вон, в конверте у вас еще одна 10. На ресепшене мне выдали анкету, которую предложили заполнить в конференц-зале. Выглядит он следующим образом. Среди соискателей присутствуют пенсионеры. На стене висит плазма, где показывают красивую жизнь. С этого момента я начал догадываться, куда я попал. Но об этом чуть позже. Куда ты попал? Вернемся к анкете. Здесь представлены стандартные вопросы. Какой доход вы желали бы иметь в месяц? Нахуй такой вопрос задавать? Ну ладно. Ну типа лям и что? Вы можете мне помочь, блядь, с этим, нет? Сколько времени вы затратили на дорогу от дома до нашего офиса? Есть ли у вас проблемы со здоровьем? Свойственно ли вам принимать решения самостоятельно? Нет, нахуй. Ну типа, конечно, да, я очень самостоятельный, я вообще такой классный. Имеете ли вы заграничный паспорт? О да, у меня американ виза есть даже. Увлечение в свободное от работы время. Yeah, I'm playing, I play game, Fortnite. Причислите ваши основные пару задач, которые хотите реализовать, найдя новую работу. Бать, хочу купить дом в Майами. Где работали до этого? Какую зарплату хотите иметь? И так далее. Периодически в зал заходят руководители и вызывают соискатели для личного разговора. Всем здравствуйте, кто пришел к господину Сергею Чукову? Таким образом, речь дошла и до меня. В ходе общения с руководителем звучало много банальных вопросов. Поэтому я показываю лишь необходимую информацию. Люди, которые обращаются к нам, они знают, что нужно, вам нужно будет с ним взаимодействовать, как он у нас. Нужно будет принимать заявки, формировать заказы, сориентировать человека, что есть, чего нет, что нужно подождать, как он у нас. Технически, как выполнять задачу, я вас полностью познакомлю. Вы занимаетесь работой с правительством? Да. Человек на полный день у нас работает, это 8-часовая, 5-й день, 9-й день, 8-й день, 8-й день. Если человек совмещает, это порядка 3-4-х числа в день. По дням с понедельника по воскресенье подбираются 4 дня рабочие. При полном крае по оплате 1-й стажировочный месяц 16 тысяч, по оплате 18 и выше, это 2-й на сети. А если сотрудник у нас в помещении, там оплата 8-10. Хорошо, так, смотрите, вечер на сегодня я вас помню, я наберусь 18.00, в это время будут известны результаты вечера. А, ясно, блядь, они еще и не возьмут тебя на работу, нахуй, понятно. Собеседка, я звонок принять в дом? Да, конечно. Как и обещали, в 19.30 мне перезванивает руководитель. Здравствуйте, вы не на собеседовании были, как настроил вас на базовую подготовку? Нормальный. Хорошо, конструктура ваша была добрая, нам это замечательно не вышло. Подходите завтра в 15.00, скажите, что вы с Пономаревой, я вас сниму. Ручку возьмите, две маленькие фотографии, хорошо? И снова нужно ехать в офис через весь Киев. Честно говоря, меня уже достали эти транспортные расходы. Поэтому перед стажировкой я поехал в больницу сдавать плазму. Процедура заняла около 40 минут. При этом с меня выключили 800 миллилитров плазмы. И заплатили 342 гривны, хоть какой-то заработок за последние два дня. Оказавшись второй раз в офисе, мне выдали пропуск, на фото для которого я принципиально не стал тратить деньги. А также расписание будущих тренингов и чистый лист А4 для конспектирования. Во время тренинга снимать запретили. Его вел молодой сотрудник. Рассказывал о рынке труда. При этом о самой работе упоминал вскользь. На вопрос, из чего формируется зарплата, отвечать не стал. Спасибо, Алексей, вы приняты. Хозяин офис, спасибо за 120 рублей. Потому что если каждый из вас нашему вопросу сегодня задаст, то с вами Вика здесь задерживается часа на тренинг. Честно сказать, было интересно. Я снова почувствовал себя студентом на лекции по экономике. Под конец тренинга прозвучало название... Дилды. Что это нахуй? Дилды. Дистрибьютеры. Дилды. Дистрибьютеры. Фашизм. А, франшиза, блядь, господи. Компании, на которую мы будем работать. Так вот, в интернете о работе в данной компании куча негативных отзывов. Прослушав лекции, вас попросят приобрести их чудо-товар для... Блядь. Охуеть, 6800 отзывов. Прослушав. Развод людей, блядь, что ли? В лекции... Так и думал, что это развод нашла, ага. Вакансию, так, так. Вас попросят приобрести их чудо-товар для дальнейшей реализации. В общем, себе... Реализации чего? Какой товар? Кетинг. Подобных компаний в странах бывшего союза... Блядь. Подтвердив таким образом свои догадки, я забил на эту вакансию. Так же, как и на... Ну, нахуя забивать? Лучше бы до конца дело довел. Ну, не, а имеется ввиду, как... Что было бы дальше, чтобы они говорили, вот это бы записал. А не так чисто слился. Пришел бы еще раз в офис. Снял бы момент, где они начинают тебя разводить. Идею найти работу на заборе. К сожалению, среди объявлений данного формата представлен либо низкооплачиваемый труд, либо обман. Кстати, за расклеенные объявления деньги так и не пришли. Ха-ха-ха. Бля. Ну, пиздец. Вот так-то нахуй, ребята. Вот так-то и работай. Там заскамели. Тут заскамели. И что делать? Ого, в Америке объявления клеить. Ну, не знаю. Я что-то тут... Не, я видел здесь тоже на столбах некоторых есть бумажки наклеенные. Наверное, да, можно. Тоже найти такую работу. Пиздец. Я в ахуе. Обидно. Мне просто обидно. За челло стало. Как-то прям вообще. Это мишка Фредди, блядь. Я в ахуе. Мишка, мишка, мишка Фредди.